Бомбежки, голод, холод и страх. Блокада Ленинграда длилась 900 дней. Дней мужества, борьбы и надежды. Они унесли жизнь почти полутора миллионов человек. На город сбросили 150 тысяч снарядов, свыше 100 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Они разрушили 3000 зданий, а повредили более 7000. Артобстрелы были ежедневными. Один из них длился более 13 часов. Жители блокадного Ленинграда признавались, что в их головах еще долго звучал шум вражеских самолетов и разрывающихся снарядов. Ленинград – это единственный город за всю историю цивилизации, который не сдался врагу. Рано или поздно осажденные города сдавались. Но уникальность города-героя в том, что он нам показал пример стойкости жителей, стойкости мирного населения. Уроженка Курчатова Ольга Антропова снимает документальные фильмы о войне, сохраняя воспоминания очевидцев на пленке. Сегодня землякам она привезла два – «Ленинград непокоренный» и «Ленинград – 900 дней подвига». Центром историко-культурного наследия города Курска был разработан проект «Киноправда о войне». В рамках этого проекта мы смотрим фильмы, встречаемся с их создателями, обсуждаем. Но фильмы, естественно, посвящены войне. И таким образом мы прежде всего с молодой аудиторией, со школьниками, со студентами разбираемся с теми событиями, которые были в годы Великой Отечественной войны. На просмотр пригласили курских школьников. Они не только увидели киноленты, поделились впечатлениями с создателями фильмов, задали вопросы, но самое ценное – услышали рассказы блокадников. «Я люблю посмотреть такие фильмы, узнать, что было в то время, посмотреть, через что прошли люди, как это было. Ну и вообще просто люблю такую хронику документальной фильмы». В планах у создателей фильмов снять киноленты о бузниках концлагерей. Кристина Горлатых, Сергей Дорохов. События дня.